здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачков кто впервые нашел мои видео я врач фитотерапевт диетолог натуропат борис скачков автор более тысячи опубликованных видео в интернете про здоровье правильное питание здоровый образ жизни активное долголетие а сегодня решил написать видео как приготовить глинтвейн для взрослых и детей правильно рецепты приготовления глинтвейна известны но только из моего видео вы узнаете как приготовить глинтвейн в зависимости от вашего пола возраста уровне здоровья генетики погодных условий и для выполнения тех целей задач которые вы себе ставите который может помочь вам решить глинтвейн и перед этим видео я посчитал во что может обойтись вам ошибки которые вы регулярно совершаете неправильно готове глинтвейн это от 200 до 400 а может быть даже и больше тысяч долларов я так понимаю вас сейчас возник вопрос а зачем же писать такое видео именно для этого я и пишу чтобы вы эти ошибки не совершали эти деньги ну как минимум сэкономили если они у вас есть разумеется поэтому вопрос пить или не пить глинтвейн он для меня однозначно учитывая богатый состав биологически активных веществ я рекомендую пить глинтвейн ну не самого раннего детства но даже в случае если вы ведете полностью трезвый образ жизни и категорически исключили алкогольные напитки из своего рациона то даже в этом случае вы найдете свой способ приготовления глинтвейна в моем этом видео итак первый совет диетолога вы уже услышали глинтвейн полезен для здоровья второй полезный совет теперь нужно выбрать вино ну если откроете интернет большевую большинство экспертов советуют готовить на красном вине часть экспертов советуют готовить на белыми как разобраться совет диетолога если это глинтвейн для ребенка подростка женщины особенно после месячных человека с некоторыми видами анемии то напрашивается простой ответ лучше готовить глинтвейн на красном вине почему сказал некоторые виды анемии не все виды анемии может вылечить красное вино такая брошюра одна из более 50 опубликовано в соавторстве в свое время если вы используете глинтвейн только как стимулятор костного мозга сильно вырабатываются эритроциты лейкоциты тромбоциты и вы очень легко можете попасть на мило диспластический синдром иными словами истощение костного мозга пересадка которого стоит 100 130 150 тысяч долларов или евро это достаточно серьезные растраты для вашего бюджета поэтому анемию тромбоциты пение нужно лечить правильно не стимулируя костный мозг не истощая его пить или не пить глинтвейна красном вине мужчинам я бы советовал все-таки не пить просто у многих мужчин есть простатит если вы вернулись из отпуска либо из командировки то а были там без своей любимой половинки вот в этом случае особенно не советую просто красное вино может обострить как половую инфекцию которая могла спать у вас или появится вновь случайно такие выделения солей через почки которые абсолютно одинаково обостряют и простатит и аденома простаты и в домашних условиях вы их не отличите а подозрение на вас упадут я просто сейчас чувствую как женщины на женских форумах постят девушки если ваш уехал без вас в отпуск либо в командировку особенно в отпуск встречайте с красным вином либо еще лучше глинтвейн на красном вине потому что вы узнаете там дальше еще дополнительные факторы которые могут проверить вашего мужчину на честность ну а мужских форумах я так понимаю другие посты ребята по возвращении из командировки глинтвейн не пить красное вино не пить из отпуска тоже не пить как бы чего не вышло особенно выбор важен для тех у кого либо уже есть проблемы с суставами я имею ввиду артроз артроза артрит либо проблемы с почками и только мочекислый диатез может быть мочекаменная болезнь пилонефрит в этом случае выбор красное либо белое вино он тоже в пользу белого вина просто красное вино в большей степени испытывает возможности почек и может эти заболевания скажем так обострить а также важно учитывать генетику то есть иными словами если среди ваших кровных родственников более старших есть вы знаете что у них есть такие диагнозы как артроза артроза артрит мочекаменная болезнь пилонефрит то чтобы не испытывать терпение ослабленной системы пейте глинтвейн или готовите глинтвейн на белом вине женщин у них есть выбор можно на красном можно на белом тут есть только вот несколько категорий людей которым показано приготовить глинтвейн на красном вине дальше следующий вопрос обычно как-то опускается его не поднимают а я поднимаю все-таки я диетолог и стремлюсь обеспечить вам максимально правильное питание для вашего организма для вашего здоровья поэтому какое красное либо белое вино лучше я бы сказал самое лучшее вино для глинтвейна это сухое вино почему просто в пути от виноградного сока через десертное полусладкое полусладкое полусухое сухое вино а если готовите шампанское то и блюд уменьшается количество сахара увеличивается количество спирта и других биологически активных веществ которые появляются при брожении в этом напитке иными словами напиток становится более полезным а потерю сахара вы легко компенсируете добавив на следующем этапе сахар правильно поэтому выбор простой хотите получить от глинтвейна больше здоровья полезный совет диетолога сухое вино белое или красное вы уже знаете по своему уровню здоровья какое вам лучше но сухое сахар количество определяете на вкус важно еще и качество конечно тут ответ очевиден белый сахар либо коричневый сахар конечно коричневый будет полезнее патока содержит значительно больше биологически активных веществ и напиток будет еще более богат по составу а белый сахар он конечно принесет отбеливатели которые не самые лучшие влияние на здоровье имеют поэтому на этот ответ вернее на этот вопрос вы ответить могли бы и сами но я вам немножко скажем так мотивацию усилил следующий этап часто добавляют лимон при приготовлении глинтвейна я прекрасно вас понимаю это в еще большей мере сделают этот напиток полезным но нужно добавлять правильно иными словами в процессе приготовления глинтвейна нужно добавить лимонный сок без косточек и цедры часто добавляют и эти компоненты тоже для того чтобы добавить аромат глинтвейн я бы не советовал этого делать по той простой причине что в дикой природе на которую многие ссылаются говорят животные так делают поэтому человеку так нужно там не косточки не цедру никто не ест а человек на этом компоненте на этих компонентах пытается себе готовить полезный напиток я бы сказал по жизненным показаниям не советую вам этого делать потому что добавление этих компонентов напиток может обойтись вам при регулярном использовании глинтвейна сумма примерно сто сто пятьдесят тысяч долларов столько стоит пересадка одной бывшего употребления почки но бывшее употребление берегите свои почки просто вы кожуре лимона много фенолов фенолы очень агрессивно ведут себя по отношению к печени особенно в сочетании с алкоголем а на выходе более жестко и агрессивно действует на почки печень хоть восстанавливается почки не восстанавливаются поэтому данном случае выбор делаете сами но мотивация очень простая родственники тех фенолов которые находятся в кожуре лимона вы их можете найти в заведении под названием туалет иными словами карболка который дезинфицирует туалеты это тоже фенол и если в туалет вы заходите на глубоком вдохе пытаясь не дышать там правильно понимаю вас вы не травите свой организм карболка сделала свою функцию убила всех бактерий которые там были вопрос как вот пить глинтвейн если в нем растворены фенолы от лимонной кожуры поэтому я бы советовал вам просто сок отжали косточки если случайно попали выбирали а цедру выброси не используйте ее в пищу особенно в глинтвейне фенолы чудесно растворимы в спирте и сочетанное токсическое действие на печень ваша печень может не выдержать почки не выдержат точно поэтому в данном случае вот такой полезный совет диетолога еще один полезный совет диетолога советую вам на этих основных ингредиентах остановиться нагреть глинтвейн правильно в зависимости от вашего возраста и использовать для своего здоровья часть экспертов советуют идти дальше и добавлять готовить глинтвейн с использованием пряностей и очень часто используют гвоздику я бы этого вам делать не советовал гвоздика относится не только к пряным растением вы еще найдете в перечне растений которые убивают листов и паразитов иными словами она обладает ядовитыми свойствами и случае если вам нужно удалить паразитов то она используется чаще всего в сухом виде постепенно отдавая свои ядовитые вещества на протяжении кишечника убивает там паразитов если же вы приготовили глинтвейн все эти компоненты будут излечены водно-спиртовой смеси который представляет собой вино и будут в напитке всасывание будет происходить из желудка и 12 перстной кишки иными словами доза будет большая и удар токсический по печени в сочетании со спиртом ваша печень может не выдержать и расходы примерно 50 тысяч долларов вы можете получить находящиеся более низких отделах ниже 12 перстной кишки паразиты такую удар не почувствуют а ваша печень получит его по полной программе а если гвоздики будет много то достанется еще и почкам поэтому пряности я бы вам не советовал шалить самостоятельно лучше дождитесь новой моей книги о том как приготовить глинтвейн правильно используя пряности зависимости от тех болезней которые у вас есть в этом случае вы будете в большей безопасности а если вы хотите приготовить глинтвейн для детей либо глинтвейн безалкогольный то нужно учитывать еще один полезный совет диетолога а именно нагревать глинтвейн правильно если вы готовите просто для мужчин и женщин достаточно нагреть буквально до 40 50 градусов и ваш глинтвейн готов а глинтвейн для детей нужно готовить дальше и пока дети ждут свой глинтвейн они могут получить пользу для здоровья от вашего глинтвейна но конечно же не пить а просто держать в руках у детей часто снижен иммунитет в начальных отделах органов дыхания а согревание конечностей особенно если вы на на улице находитесь где прохладно она принесет детям пользу рефлекторный прилив крови к органам дыхания усилит место иммунитет и неважно у ребенка и тмайдит гайморит фронтит танзелит ринит фаренгит назофаренгит трахеид в любом случае бактериям будет значительно сложнее выживать в условиях когда иммунная система ребенка получила такой небольшой но волшебный пендель а усилится все когда ребенок будет пить свой глинтвейн он получится очень просто нужно просто вспомнить физику кипение воды это 100 градусов а кипение спирта 75 иными словами при нагревании глинтвейна для детей чтобы получить безалкогольный глинтвейн для тех кто ведет трезвый образ жизни нужно нагреть глинтвейн выше чем 75 градусов по цельсию в этом случае удаляется спирт и вы получаете все полезные вещества без спирта иными словами глинтвейн полезен вред вреда для вашего здоровья нет и такой глинтвейн могут пить и дети и те кто ведет трезвый образ жизни вопросов нет сказать сколько времени вам нужно подогревать вот таким образом глинтвейн не смогу по той простой причине что нужно опытным путем выяснять какое количество спирта находится ваши напитки как напиток отдает какой скоростью спирт по-разному могут терять разные вина спирт какой у вас нагреватель это очень трудоемко опытным путем купили спиртометр проверили посмотрели увидели ноль и дети могут использовать таким способом приготовленный глинтвейн если вы готовите для себя глинтвейн с содержанием алкоголя вот здесь возникает еще одна проблема полезный совет диетолога не пейте много напиток очень быстро всасывается в кровь очень быстро поступает к печени и действует на весь организм включает центральную нервную систему здесь вы можете легко перебрать этот полезный напиток и уже полезный рецепт для вас становится вредным нужно помнить что есть еще один не менее полезный напиток это кофе которая может влиять вернее не может а влияет точно на те же точки которые угнетает спирт возбуждает кофе и вы можете сбалансировать избыточное употребление алкоголя правильным употреблением кофе как это сделать правильно я описал в некоторых видео на моем канале вы можете их найти зависимости от разных целей и задач там есть разные видео как приготовить кофе для детей для женщин для мужчин и при некоторых заболеваниях такие видео есть более полная опубликовал в одной из последних книг майже все про каву или почти все про кофе вот она вам поближе здесь 85 способов как приготовить кофе в зависимости от вашего уровня здоровья и 175 полезных советов диетологов как вот еще правильнее еще точнее использовать кофе чтобы ваше здоровье не навредить а также 38 кофейных тестов 13 из которых показывают что нужно успеть выпить чашку кофе или отказаться успеть от чашки кофе потому что чашка кофе может вам либо быстро помочь не умеете либо также быстро убить зависимости от тех той индивидуальной ситуации которые есть в вашем организме книжка есть контакты вы видите все можете заказать а на этой позитивной ноте я это видео все-таки буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов с вами крепкого здоровья и разумного к нему отношений а следующем видео этой же серии вы узнаете как правильно использовать грецкие орехи если вы считаете что по умолчанию грецкие орехи вам дают укрепление иммунитета особенно против онкоклеток улучшение здоровья улучшение просто от ваших действий после покупки либо сбора грецких орехов зависит получите вы от них пользу либо кардиологический онкологический риск а мужчины еще импотенцию а